Всем здорова, сам я, Енот, и я бы хотел поговорить о новом обновлении ДДХет, но я хотел бы сказать, что это новогоднее обновление, но это предновогоднее обновление, да, и больше, но сделано было на исправление всяких пассивок и так далее, да. Короче, сейчас зачитаю, а потом уже поговорим. В принципе, что добавили? Спасибо вот этому человеку, то, что он скинул на информацию, он, в принципе, один из активных людей на моем Дискорд-канале, заходи там ссылочка в описании, до сих пор пока там действует еще конкурс на баксы, муж успеешь, да. Ну, и в общем, что добавили наши любимые разработчики? Первое, что они исправили, это командное усиление отряда Ив, то есть, когда их трое, потом изменили цены некоторым юнитам, а именно, я видел, Джаггернауту подняли стоимость, ну, в принципе, оно так и должно было быть, потому что он слишком имбовый, до, для 9 тысяч, по-моему, да, 9 стоил, сейчас около там 13-17, где-то так, точно не скажу. Изменили пассивку Роуджа, Вилли, у него там, у Вилли я точно видел, что изменили щит, там сделали, по-моему, больше процентов защиты у него, да, что-то вроде того, у Роуджа, вроде как, должны были пофиксить его пассивку, но, как я видел, скрины, наоборот, плюс 100% защиты от снарядов. Изменили награды ежедневные, я видел тоже скрины, где было больше золота, там по 200 даже золотишко давали, но, по-моему, уменьшили опыт. Но я заходил, у меня было, по-моему, около 120 всего лишь золота и 350 опыта, оно как-то либо по-разному у всех действует, либо, я не понимаю, почему у меня именно было так, но я вроде обновился и, ну, короче, не знаю, вот где-то так вот у меня получилось. Сделали больше наград за прохождение миссий, вот это я, кстати, не знаю, надо будет мне проверить, если честно, да. Добавили больше монет за просмотр видео. Теперь, самое главное, что они, в принципе, исправили, с одной стороны я скажу, что они правильно это сделали, но с другой стороны обидно, конечно, обидно, потому что я сам этим занимался, да, то, что выбивал минус храбрости артефакты, но, короче, что они сделали, всем абсолютно артефактам они сделали, что минус храбрость его может подняться на 2, и больше никак. И даже у тех, ну, как говорят, что так и сделали, у тех, у кого было там минус 3-4, да, их тоже урезали до 2. Это, конечно, обидно, я в свое время, потому что сливал артефакты, чтобы прокачать как раз-таки минус стоимость, даже, в принципе, каличные артефакты качал на минус стоимость, а ради этого было прикольно, но зато исправили, можно сказать, вот этот баг, я считаю, это багом, потому что, ну, никак оно не может быть, что в потасовке там просто чуть ли не все персонажи стоят и попробуют это как-то убей, а как, уже решай сам. И добавили пассивку ученому с миной, дальность взрыва мины увеличится на 100%. И вот, в принципе, все изменения, которые мне удалось найти, точнее, мне скинули, а сам поискал, я что-то ничего не нашел, потому что обновление вот совсем недавно было, информации пока никакой, на реддите заходил, там тоже ничего не было, но, да, я услышал то, что обновление, я ожидал то, что добавят новогоднее, что-нибудь рождественское, скачав его, я ничего не увидел, ну, ладно, наверное, исправили какие-то баги, но, оказывается, вот такой вот список изменений был внесен, да, конечно, расстроен немного, но говорят, что совсем скоро будет обновление рождественское, это было на 80 мегабайт где-то обнова, да, а по сути ничего такого сильно не добавили. Но, может быть, они заготавливают как раз-таки обновление новогоднее и добавят нам что-то новое. Я на это надеюсь, что что-то новое по-любому добавят, потому что, ну, с Хэллоуином они, ну, посрались, давайте скажем так, потому что, ну, по-другому это никак не скажешь. Для тех, кто выбивал в прошлом году, все это, им вообще толку не было, и говорят, ну, разве только пособирать баксы и все, и поформить сами билеты, и больше ничего им не оставалось делать, да. В принципе, с этими изменениями я вообще согласен, потому что, ну, золото они стали больше сыпать за всякие действия, да, как было написано, что за прохождение миссии тоже больше награды стали. А вот это самое главное, что они убрали, это минус стоимость. Ну, для ПВЕ это, конечно, плохо. Можно было это как-нибудь реализовать и оставить, если бы, то было бы круто, но они этого никак, в принципе-то, и не сделают, это нужно отдельные артефакты для ПВЕ создавать, а так они это делать не будут. Вот поэтому это не очень хорошо, но вот с этим нововведением я, в принципе, согласен, потому что минус стоимость, нам нужно было как-то понерфить, и они это сделали. Ну, в принципе, молодцы. Ну, и прикольно, конечно, то, что добавили ученому пассивку, в принципе, всем ученым уже вроде когда добавили. Да, вроде бы всем ученым добавили уже пассивки, и это прикольно. Они быстро работают на новых юнитах. А то, что Джагу повысили в цене, ну, это, можно сказать, как и минус, но это и надо было сделать, потому что он был, ну, слишком имбов, до своих 9 тысяч, по-моему, да, я уже подзабыл, за сколько я его покупал. Единственное, что я не могу сказать, что они исправили командное усиление ИВ, да, на 3 человека, просто сейчас, на данный момент, когда я записываю, у меня нету возможности зайти в игру, чтобы это все прочекать. Так, в принципе, я бы попозже сделал видосы и посмотрели бы это, ну, я не думаю, что что-то значительное, да, если что, зайдешь сам посмотришь. Ну, а так, на этом, в принципе, все. Так, на этом. Продолжение следует...